доброго утречка всем друзья и получается вот такие моменты чтобы заехать фирма получается вот за день ну там настолько узенько все это приходится вот езжать так я не вижу справа нормально все чтобы въехать сзади соседям тут вернее мы мы заезжаем к соседям вперед да и так газа там был издаем назад под выгрузку 6 полет несчастных ну всем чем-то тонн да конечно извращайся вот так будем вот так выезжать я не знаю насколько мне хватит ради радиуса либо же просто сдавать назад тяжело будет а вы выкручивать чтобы того ситроенчика не зацепить смотрите насколько все так притирочку но я говорю нас обычно это вот выгрузки какие ну 5 тонн 10 тонн вообще абсолютно короче нас так вот загоняю в такие вот рамки так все показывает все финиш ладно друзья пошли выгружаться да друзья все в порядочке выгрузились этот человек который меня выгружал помог мне на следующем повороте выехать ну короче все нормально вот такой вот райончик получается здесь так понимаю фирмочки небольшие но все равно приезжают грузовики смотрю да и такие как раз то что должна быть такая вот доставки в основе хотя проезжают и фуры метров но такое дело уже на дороге с круговым движением сети используя второй съезд мы же едем едем назад пока сейчас дали направление еще пока нету как таковой заявки так что мы возвращаемся на автобан и где-то там парковка будет запаркуемся и будем ждать уже больше информации так 90 метров через 50 метров держитесь левее левее вроде бы дальше не здесь а то поеду непонятно куда на следующем повороте но там включимся гренобль но я так приехал с особо как бы такого ничего нету опять же по какой там по 40 какой там автобанку он проезжать у щиты вот эти вот закрытые ну не знаю есть ли смысл и чего там снимать вот так и так что но так конечно симпатично мне то есть вот эти вот горы слева справа где-то там тоже виднеется да вот и мы такой вот долинке какая широкая вот чем мне нравится вот на ремонт и ремонт и по французах ограничение 90 километров в час вот видим расставляет фишечки полосу прикрывают как-то там ну вот такие моменты ладно едем далее ну как бы уже в сторону назад пусть бы свою миссию выполнили в плане доставки теперь сейчас будем что-то собирать в обратном направлении не знаю в основном большинство загрузки отсюда ванна германию немцам большинство но опять же какие он будет сборняки как там что-то такое вот смотрите мы его повезли набьё как а так едем дальше ну что друзья мы загрузились прождал я полтора часа ещё после того как загрузился сказали что ещё может догрузиться потому как пол машины у меня загружено это буквально 6 палет полторы тонны веса как бы ни о чём ну прождав и ну прождав полтора часа сказали едем на выгрузку а выгрузка у нас так вроде бы сюда наверное опять вот барьеры тебе поставили открывайся давай 377 выгрузка там где я проводил свой уикенд Боденское озеро буквально от той парковки там метров 500-700 может быть так что но туда я явно не доеду так наше направление Леон потому что как не хватит нам времени сегодня-то ещё я проеду немного максимально сколько получается одно а дальше уже будем отдыхать капец еле врулил вот такой вот надо едем дальше друзья очередной случай конечно не доезжая Леона или в принципе вообще наверное Леон уже сейчас гляну ну да окружная Леона вот я вижу наверное какой-то ремень перетёрся вон что-то и повысыпалась вот такая вот ну какая-то смесь скорее всего сейчас глянем в чём причина просто некоторые перестраиваются влево вот а вот ремень тоже слева смотрите ведь валяется да что-то перетёрлось и ну сейчас глянем что-то слетело сейчас поприезжают дорожные службы сейчас пока полиция так а куда его вправо-влево где-то объезжать будем вальсировать не давайте в правую сторону наверное скорее всего вот грузовик пошёл а может быть и влево интересно а вон он на подъёме стал ну это буквально вот только-только буквально передо мной случилось потому что а плитка поддоны какие-то палеты рассыпались ну да вот качество ремней конечно и перетёрся и слетело всё это типа тротуарной какой-то плитки летая там ничего страшного нет для колёс ну в плане вот сейчас вот которая пробка сейчас здесь организована будет вот он поддончик валяется такой так а мне мне левее надо через 100 метров держитесь левее через 50 метров держитесь левее опять остатки ремня и вот проедите 19 километров да я вот заметил получается знаете как сам ремень да груз закреплён на таких поддончиках но на углах на углах вот именно камень или углы может острые и немного движения какое-то есть по-любому всегда и вот такие вот юрзания и получается протирается ремень и всё поддон свободен он летит хорошо если так от никого не было и так проскочило всё хорошо а для таких целей есть специальные такие штучки которые ну короче под ремень надо подлаживать было и всё либо пластиковый волок либо же резину какую-нибудь и всё и всё было бы хорошо вот такие моменты ну хорошо когда всё хорошо едем дальше друзья мы едем едем в Австрию я так думаю что будут выходные ну так себе уже сидишь там думаю где бы его сделать где-то вот за Фрайбургом там паркинг вроде на 31 дороге конечно сам Фрайбург тоже посетить было бы интересно выходные но там с парковками не очень а вернее практически нет а стоять где-то под какой-то промзоне под какое-то предприятие под воротами тоже не хочется так что вот так идем дальше дальше дальше